Спецобъект номер 110, Сухановка, дача пыток, как только не называли тюрьму для политзаключенных, которую чуть менее века назад переоборудовали Святый Екатеринский монастырь. С 1938 по 1952 годы ее узниками стали примерно 35 тысяч человек. Почти все они погибли. Особенно долго-то их не задерживали. Значит, если ты отказался от подписания приговора, который тебе вынесли невинному человеку, значит, тебя пытали до тех пор, пока ты. Некоторые признавались от боли невыносимой, некоторые нет. Среди узников в Сухановке были высокопоставленные политики, военные, деятели искусства. Писатель Исаак Бабель, муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, журналист Николай Кольцов – все они были пленниками дачи пыток. Осужденные жили в монашеских келях и подвалах, а пыточная располагалась в Центральном Екатеринском соборе. Сейчас только музей на территории монастыря напоминает о тех страшных днях. Сегодня, собравшись здесь, мы молимся о них и просим Господа, чтобы больше не было тех дней или коллегий в жизни нашей. Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, здесь прошла литургия. Епископ Тихон служил за упокойную литию у поклонного креста и камня, установленных на территории монастыря в честь жертв политических репрессий. А затем присутствующие возложили цветы к мемориалу. Галина Ивановна Юдаева уже 12 лет является председателем правления общества жертв политических репрессий. В свои 91 она прекрасно помнит, как рушилась ее привычная жизнь, едва успев начаться. У меня отец был священником, его в 30-м году арестовали и расстреляли. Мне, когда его арестовали, мне было два года всего. Нас выгнали из дома в два часа ночи в рождественские морозы и ничего не дали взять, даже мое детское одеяльце. Александре Григорьевне Соколовой сейчас 84, но года репрессий до сих пор живы в ее памяти. В 37-м году был арестован отец по 58-й статье. Он и его брат, они были на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. А нас, как семью врага народа, выселили на север Свердловской области. 58-я статья «Государственные преступления и контрреволюционная деятельность» в те годы была самой распространенной. Наказание предусматривало вплоть до высшей меры. Но отцу Александре Григорьевне повезло, он остался в живых. Мы помним, и это самое, наверное, важное. И те слова, которые вот здесь, на этом камне высечены, они как раз и сказаны в память, чтобы эта память была вечная. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.